О поручениях, выполненных и на контроле, доложил заместитель мэра Анапы Олег Костенко и представил помощника мэра по информационному содействию, Любовь Евсееву. Планы на неделю по подготовке к празднику на Атамане и ко Дню Матери представила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. В Анапе в рамках праздника пройдет благотворительная акция «Цветик-семицветик». И с 1 октября в Анапе запланированы проверки объектов социального значения с круглосуточным пребыванием детей. Людмила Гузенко отчиталась о каждом. Центр Ника в селе Юровка, школа-интернат в Суворове-Черкесском и учреждение здравоохранения. Городская больница, три участковые и детская. Заместитель начальника отдела полиции Андрей Раб отчитался о криминогенной обстановке в городе. Сотрудники полиции раскрыли 9 случаев крошимущества и транспорта, проверили 59 иностранных граждан, 21 привлекли к административной ответственности. Начальник миграционной службы Андрей Дубошин доложил о результатах работы своих подчиненных. Провели 8 профилактических мероприятий совместно с полицией и казачеством. Привлечено 5 человек административной ответственности за незаконную трудовую деятельность, 5 граждан России за предоставление этой работы иностранным гражданам и 2 гражданина России за предоставление жилья незаконно находящимся иностранным гражданам. Сумма штрафов составила 52 тысячи рублей, все заставили. Депортировали 4 гастарбайтеров, нарушивших условия и правила пребывания в России. Сергей Козлов объявил о начале работы осенней призывной комиссии и дал задание главам сельских округов подготовить молодых людей к ответственности, не превращать призыв в балаган. Служба в армии должна начинаться достойно. На этой неделе продолжат работу специалисты КУМИ сельскохозяйственного управления. В двух сельских округах, Субсеском и Гайкадзорском, инвентаризацию земельных участков уже провели. К концу года планируют отчитаться о результатах по всем населенным пунктам. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников, специалистов и начальников городских служб относиться к работе ответственно. В планах на неделю отчет всех служб о прошедшем летнем сезоне и подготовка к новому. По планам в Анапе будет новый пляж. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева в районе Малой бухты укрепят берег и оборудуют пляж для отдыха анапчан и гостей курорта. На повестке дня вопрос об участковых. 17 ноября будет 90 лет службы участковых. Давайте проведем конкурс, давайте выберем средства на поощрение лучших. Но сразу секрет открою. Самая главная цель этого конкурса – это представление своих участковых населением. Итоги важного для Анапы инвестиционного форума в Сочи доложил начальник управления экономики инвестиций Евгений Приставка. Руководитель аэровазарного комплекса выразил благодарность, Марина Юрьевна, я хочу подчеркнуть, вашей службе, что все вопросы, которые касались взаимодействия архитектуры и Елены Вячеславовны службы, касались земли, никогда раньше так не решались. Я даже подумал, что у руководителя Анапского аэропорта Николая Ивановича какие-то свои взаимоотношения сложились. Да, сложились со мной, нормальные, деловые и так далее. Свои инвестиционные возможности город-курорт презентовал сразу на двух площадках. В общем павильоне, где расположились все муниципалитеты Кубани, и в выставочном зале, где были собраны лучшие предложения Краснодарского края для инвесторов России и зарубежья. Сергей Сергеев подписал 11 соглашений. Инвестиции составили 5 миллиардов 721 миллион рублей. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.